Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана и начинаем с вами очень интересный влог. Мы будем украшать интерьер, создавать это украшение собственными руками. Очень интересная мозаика Кубрикс, алмазная, по фото. Итак, поехали! Вот так выглядит мозаика. Вот такая красочная коробочка 8+. Смотрите, 44 тысячи страз, 7 цветов, а 3 размера. Холст на подрамнике. Увидела в обзорах, увидела на просторах Валберис, почитала отзывы, поняла, что нам нужно. Мы тоже хотим такую мозаику. Так, что у нас здесь? Из любой фотографии достань из коробочки, сделай фото, загрузи на сайт, получи инструкцию по сборке. Все необходимое в комплекте. Дари в коробке. Ну да, коробочка такая презентабельная, красивая. Или можно подарить готовую картину вот на подарок, девчонки, вообще классно. Поп-арт. Выкладываю вертикальные или горизонтальные фотографии. Три цвета набора, да, кстати. Оригинал, винтаж и поп-арт. Мы выбрали поп-арт, потому что хотим, чтобы эта картина потом была у Ксюшки в детской, а там как бы, ну, цвета такие достаточно яркие есть. И пусть это будет именно поп-арт. Распечатали коробочку. Сейчас вместе с вами будем все доставать. Это алмазная мозаика Кубрикс. Мы можем собрать любое фото в формате пиксель-арт. Мы будем делать это впервые. Нам уже безумно с Ксюшкой интересно. Нужно просто выбрать фото, загрузить его на сайт. И сделать это можно после покупки. Не обязательно кому-то там присылать фото. Набор универсальный, сразу готов к сборке. Так, давайте открывать. Решить, что собрать уже можно, когда вы получили набор. А не отправлять кому-то фото. А, еще скотч. Производителю заранее фото не отправлять, чтобы получить какой-то одноразовый набор. Здесь у нас набор получается универсальный. И фото мы уже с вами выбираем дома. Так, открываем. Прям такая тяжеленькая. Ох, тяжело достать. Достается, достается. Ох, все, достали в коробке. По-моему, больше ничего нет. Так, сейчас, да. Вот, у нас с вами, смотрите, подрамник. Очень красивый. Вот с двух сторон вам показываю. То есть сюда мы клеим стразы. А это сам подрамник. Сделан хорошо, беленький, красивый. То есть прям полноценная такая будет картина на стене. Смотрите, какая она большая. Будем долго-долго с Ксюшкой собирать. Так, вот у нас с вами инструкция. Вот у нас с вами набор страз. Страз, да, палочки, пакетики. Все в комплекте есть. Вот эта штучка, да. Помнишь, алмазную мозаику, когда детскую собирали, да, вот эти вот две палочки и пакетики еще пустые, чтобы мы могли стразы пересыпать. У нас получается вот эта основа, она с клеевым слоем. И мы потихонечку вот так будем отлеплять. Да, и прилеплять. Допустим, выберем там сверху уголка, будем начинать. И прилеплять. Потом опять закрыл. Это, кстати, очень удобно, когда вот такая вот пленочка есть сверху. Сейчас мы с Ксюшкой будем выбирать фото. Я несколько отобрала. Решающая будет за тобой. Но я вообще хотела, наверное, чтобы ты одна была крупным планом. Вот мы вдвоем. Вот мы вдвоем. И вот ты. Ну вообще мне вот это очень нравится. Может с Криской? Ну с Криской здесь как-то темно и далеко. У вас такой фотографии нет, где вы вдвоем крупный, я искала. Давай уже пусть это будет лично твое. Смотри, какая красотка. Потом еще закажем и Криску сделаем. Обязательно. Как вам, девчонки? Мне вот это вот фото больше нравится. Но мы сейчас, наверное, еще немножко обрежем, чтобы прям вот так вообще было крупное, крупное портретное фото. Пусть это будет уже лично твое. Тебе подарочек. Потому что, ну вот эти здесь не крупно. И я тоже хотела с Криской вдвоем, но у вас таких прям нету фотографий. Поэтому пускай будет вот такая красота. Что мы делаем дальше? Мы на нашей инструкции сканируем штрих-код и попадаем на сайт Кубрикс. Здесь мы выбираем алмазное фото, мозаика выбрать. И у нас есть с вами код доступа. Вот здесь тоже на инструкции. Я вам его не показываю, который мы будем вводить, чтобы загрузить свое фото. В общем, следуем инструкции. Она подробная. Нажмите кнопку «Получить инструкцию». Нажимаем. Вводим код. Вот мы его, собственно говоря, и ввели. Выбираем свой набор мозаики. У нас она PopArt. Нажимаем кнопочку «Далее». Мне так интересно было, как это все происходит на самом деле. Так, нажимаем кнопку «Загрузить». Так, нам нужно, чтобы лицо, видите, как было, крупным планом. Вот так. Так получается лучше, интереснее. Смотрите, как отличаются картины на выходе. То есть, поэтому мы все поняли. Мы будем загружать. Так, сейчас найдем. Мы выбрали фото. Загрузили его. Теперь нам нужно постараться максимально крупно лицо увеличить. Увеличивали, уменьшая изображение. Вот смотрите. Так. Вот так. Нет, мы уже сделали. Мы должны попасть в рамочку. Мы уже заранее его увеличили. Поэтому вот так. Нажимаем кнопочку «Далее». И вот как у нас будет выглядеть. Смотрите. Мы можем выбрать понравившийся вариант. Такой. 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 В общем, они все разные. Этот темный совсем, да? Вот так. Неплохо. Нет, этот темный. Так. И первый. Вот. Собственно говоря, из этих вариантов мы сейчас с тобой выбираем, какой нам нравится больше. Мы решили попробовать поиграться и с другими фото. Ну, допустим. Косичка не хочу. Вот это? Допустим, вот это. Понятно. Как у нас будет выглядеть это все дело. Ну, допустим. Вот так. Ага. Так. Вот так. Смотри, как интересно тоже, да? Угу. Мне даже это больше нравится, да? Угу. Нормально. Чем предыдущее. Прикольно. Еще одно. То есть можно прям вот выбирать, сидеть, сколько хочешь, прежде чем приступать к работе. Ой, смотри, как здорово, да? Мы можем такую выберем. Классно, да? Угу. Вообще здорово. Вот это второй вариант мне нравится. Красиво. Слушай, сейчас еще фотки поищем. Что-то мы с тобой мало выбрали. Вот мы с тобой синенькие. Вот мы с тобой вот такие хорошенькие. Вот это, да? Да, первая или вторая какой-нибудь из этого. Да, первая. Вот это, да? Первая. Вот это? Да. Вот такое темное? Ну, второе, ладно. Вообще они все ничего, так симпатичные. Сейчас еще какое-то фото выберем, поиграемся. А вот с Крестюшей. Ха-ха. Вот так. Слушай, мы сейчас еще покопаемся. Мне хочется прям еще какие-нибудь фоточки проверить. Смотрите, как здорово. Мы, кстати, выбрали фотографию все-таки, но мы вам не покажем. Специально. Совсем другую, интересную, нашли красивую. Когда соберем, уже вы увидите. Мы вам покажем фото и покажем, что получилось. Поехали. Схема уже готова. Так, вот. Процесс пошел. Главное, руками вот этого не касайся. Это липкая. Поняла? Угу. Да. Вот. Их четыре. Потом фиолетовая. Смотри, не ставь рядом. Видишь? Пятая уже фиолетовая. Вниз теперь нижний ряд заполняй. В цифре один. Вот сюда. Теперь вниз заполняй весь ряд. Потому что там уже у нас на схеме с тобой другой цвет. Ксюха сказала даже, что все, гулять не пойду, буду собирать мозаику. Ей очень понравилось. И фото понравилось, да? Теперь будем с нетерпением ждать все результаты. На самом деле, очень увлекательный процесс. Ксюшка вчера вечером вот начала собирать. И пока она в школе, я решила ей помочь. Потому что уже хочется прям рецезреть результат. Сами выбирали фото. Сами прям подбирали по цветовой гамме. Ну, в общем, здорово. Уже хочется, чтобы это было заполненным. Хочется, чтобы была картина, поэтому поехали. Продолжение следует... Ксюшка, один фокус в интернете. Сейчас попробуем трясти до тех пор, пока они встанут в эти полосочки рядами. Но с первого раза пишут, что не всегда так получится. Так, мы сначала сюда, а потом вот так. Ну, рядочки уже получаются. Смотри, котён. Мы-то, знаете, просто как бы высыпали, и всё. А тут, оказывается, нужно собрать их вот этот уголочек на узнях. Классно? Да. И они собираются сами в рядочке. Вот, девчонки, век живи, век учись. Мы будем вам рассказывать лайфхаки по быстрому сбору и максимально удобному мозаике. Вот смотрите, как здорово. В рядочке они такие, хоп, и собрались. И практически все перевёрнуты вверх. Один лайфхак, о котором мы не знали, кстати. В предыдущих наборах мозаики, которые мы собирались, Ксюш, и такого не было. А должно быть. Смотрите, у нас есть вот такая вот пластиночка воска. Она для чего нужна? Кто не знает? Вот мы, например, не знали, да? Мы с вами берём стилус, отодвигаем плёночку и набираем в стилус, вот в эту дырочку, воск, чтобы цеплялись очень хорошо у нас с вами бисеринки. Потом мы его закрываем, иначе он может высохнуть. Опять вот так он у нас должен лежать под плёночкой. Как это выглядит, смотрите. Вот так прям. Оп! Отщепляем. Смотрите, он забился сюда. И когда мы будем сейчас брать бисеринку, она будет прилипать. То, что нам не нужно, оно вот так вот вылезет по краям лишний воск. Мы это вот так уберём и собираем. Прекрасно нанизываются, цепляются бисеринки. Сборка идёт очень быстро и качественно. В такой позе нам больше всего с Ксюшкой нравится собирать мозаику. Мы с ней прямо ложимся на пол. Она может с одного конца начинать. Я с другого. Удобно, потому что она большая, она А3, и это достаточно удобно. Пока вам не показываю картину целиком, сюрприз будет. Потом всё покажу. Покажу, как было на схеме, покажу, как получилось и так далее. Мы уже начинаем придумывать, куда её повесить. Осталось совсем чуть-чуть, прям там вот один ряд. Уже так хочется дособрать. Вообще, на самом деле, это круто. Я прям хочу ещё и ещё. Потому что, потому что крутая мозаика. Она единственная такая в своём роде. Таких больше нету. Где ты сам можешь воплощать свои идеи. Ну, в общем, круто. Безумно нравится собирать. И уже безумно хочется получить результат. Осталось совсем немножко. Мы это сделали. Ура! Мы собрали мозаику. Сейчас всё вам покажу. Всё расскажу. Вуаля! Посмотрите, какая красота. У нас теперь мучает сомнение, куда её повесить. Так что, девчонки, голосуйте. Мы выбрали несколько вариантов. Сейчас будем примиряться. Но это очень круто. Но это очень круто. Смотрите, какая красота. Она нереально блестит. Она прям блестит. Нереально. Поэтому я даже не хочу никакую рамку для неё придумывать. Подрамник и так выглядит. Очень достойно. А рамка именно со стеклом, она скрадывает вот этот блеск. Что в итоге собирали с Ксюшкой вдвоём? Где-то она, где-то я. Поэтому вот где она собирала, может быть, немножко неровненько. Как, например, вот здесь не идеально ровно. Когда собираю я, у меня прям идеально ровненький квадратики. Но в целом всё выглядит очень-очень круто. Я хочу ещё, девчонки. Я теперь хочу наше групповое фото, где мы вчетвером. Хотя в инструкции написано, что получается крупное фото, где в основном лицо лучше всего. Это понятно. Но я видела, как мозаики Кубрикс собирают групповые фото. Это просто нереально. Смотрите, я вам сразу скажу один момент. Я когда выбирала мозаику в отзывах, читала, некоторые пугаются. А куда присылать фото? А как вы мне вышлите инструкцию? А куда вам писать? В общем, очень много вопросов по этому поводу. Здесь всё элементарно просто. Я вам сейчас покажу, сколько у нас осталось мозаики. Это вообще нереально. Мозаики так много присылают, что вам хватит на любой вариант фото. Конструктор, он подстраивается под то, сколько у вас цветов в комплекте. Вот мы, например, очень много чёрной мозаики потеряла. Я прям боялась, что не хватит. У нас один раз Крестюшка её рассыпала, другой раз рассыпала Ксюшка. И пылесос много чего заживал. И там за диван, в общем, мы только пылесосом выбирать не стали. И то осталось. Осталось очень много ещё, наверное, практически такую картину. Но если не такую, то наполовину точно хватит. То есть вам присылают очень много мозаики. В зависимости от выбранной модели, картины, которую хотите. Три варианта есть. У нас вот такая расцветка. Есть, знаете, как сепия в коричневых тонах, есть чёрно-белая. По-русски говорят, чтобы всем было понятно. И когда вам приходит набор, то есть подрамник, мозаика, воск, стилусы, как их правильно называют, вы получаете инструкцию. В этой инструкции ваш личный код, который вы вводите на сайте. И всё, и вам доступен конструктор. Дальше вы, как мы вам показывали, выбираете фотографию 100-500 тысяч раз. Выбираете её, смотрите, какой эффект. То есть 8 разных вариантов. Из них ещё выбираете, как мы тоже делали. Я вам это всё показывала. Вы сами в своём телефоне выбираете фото. Вам не нужно никуда отправлять фотографию, чтобы вам прислали план сборки. Вы всё это делаете сами, как вам удобно, когда удобно. Выбираете фотографию, меняете фотографию. Не понравилось по-другому, ещё по-другому, по-другому. И всё делаете вы это дома, выбираете. То есть вам присылают набор. Что вы будете собирать, это уже на что ваша фантазия гораздо. Какую фотографию вы хотите, такую собирайте. Это безумно удобно, понимаете. Потому что, допустим, если бы я отправляла кому-то фотографию, и мне прислали план сборки, то я, может быть, мне не понравилось. Может быть, я хотела бы в другом цвете. Может, мне не понравилось, как именно эта фотография будет смотреться в виде алмазной мозаики. А тут всё, что душе угодно. Вот этот момент, он очень подкупает, девчонки. Потому что это единственная мозаика в мире, кубрикс, алмазная, где вы всё выбираете. Вы всё выбираете, вы смотрите до каждой детальки, какую фотографию вы хотите и в каком режиме. Вот это вообще нереально круто. Поэтому не беспокойтесь. Вам фотографию никому отправлять не надо. Причём план сборки, его присылают на почту. И можно собирать на сайте. Если собираете на сайте, там прям можно, какие цвета вы выложили, закрашивать. Вот это очень тоже удобно. Но нам всё равно было удобнее собирать, скачав её с электронной почты. Потому что я отрезочки определённой кубики Ксюшке на планшет посылала. И она собирала. Планшет большой увеличивает хорошо. Она собирала. Нам так вот было удобнее. Кому-то удобнее через сайт. То есть цвет забрали, вы его закрасили, чтобы он у вас перед глазами не маячил. Кому-то так. Кому-то удобно собирать полосками. Кому-то удобно собирать квадратиками. Вот Ксюшке было квадратиками. Я собирала по 3-4 квадратика за раз. То есть времени много нет. Это надо всё сделать в основном, когда Крестюшка спит. Потому что она тоже желает очень принять участие. Ей безумно нравится эта мозаика. Ей нужно собирать. Ей хочется, чтобы у неё получилось тоже тыкнуть мозаичку так, как надо. По 3-4 квадратика за раз я собирала. То есть сначала один цвет в одном квадратике, этот же цвет в другом, в третьем, в четвёртом. Беру другой цвет себе, насыпаю в одном, в втором, в третьем, в четвёртом. Мне вот так вот было удобней и комфортнее. Потом заполнять последние цвета всегда приятно. Ну а сейчас пойдём прикладывать картину к разным местам и думать, куда её повесить. А вы обязательно проголосуйте. Хочу вам показать ещё качество мозаики. Вот всё прекрасно. Вот эти вот неровности, это не из-за того, что там мозаика какая-то, это значит вот это место собирала Ксюшка. В основном однотонные цвета доверяла ей я. То есть неровно. Но я даже исправлять не стала, потому что в целом от этого вид картины совершенно не портится. Ребёнок должен был приложить свою руку к этому занятию. Ей было очень интересно, очень приятно. И в целом качество мозаики вот меня полностью устраивает. Вот всё замечательно, всё отлично. Прям никаких нареканий, всё здорово блестит. Сама мозаика, как вы уже успели увидеть, она квадратная. Вот она квадратненькая вся, вот такая вот. И ровненькая, всё замечательно. Видите, сколько мозаики осталось, чтобы вас этот момент не пугал. Вы посмотрите, её огромное количество осталось. То есть какой бы вы вариант не выбрали, её много, это нам вот уже Крестюша помогала. У нас тут целый поддон ещё её. И вот столько пакетиков осталось. Вы представляете, что это вообще не открытый жёлтый, вообще не открытый розовый, оранжевый один вообще не открытый, и зелёный вообще не открытый. То есть вот основной расход вот именно на нашей картине был белый и чёрный. И то чёрный тоже остался, он у нас вот здесь рассыпан. Несмотря на то, что мы много потеряли, он остался, и воск остался. То есть вот этих двух кубиков, их вообще за глаза просто. Вот он остался, сколько мы их расходовали. То есть всего хватает, всё отлично, в этом плане всё замечательно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот как-то так. Но в целом мне больше всего понравился вариант в зале над пуфиком, потому что он сиреневый, сиреневого цвета много, там жёлтые на нём подушки, то есть и жёлтый есть. И прям вот она туда хорошо вписывается. Мне ещё очень хотелось бы её над диваном, над самим, над сиреневым повесить, но там у нас эти полоски наклеены блестящие, их, конечно, можно отодрать и в другое место наклеить, а туда повесить над диваном картину. Она прям туда просится. Вот сейчас мы над этим вариантом подумаем, и я вам, конечно, покажу, куда мы её всё-таки повесили. Что ещё хочу сказать? Очень хорошая клеевая основа на подрамнике. То есть она прекрасная. Мозаики в процессе переноски нашей вот этой сейчас и так далее, и сборки не отваливаются. То есть хорошая, очень прочная клеевая основа. Но тем не менее, если вы немножечко ошиблись или просыпали на клеевую основу, вполне реально стилусом подвинуть мозаику на то место, где она должна быть. Поэтому не пугайтесь. Как мы отклеивали плёночку? То есть мы сначала отклеивали первый ряд, её чем-то вот так вот придерживали или прижимали, собирали первый ряд. Потом второй. Потом уже, когда ниже идём, отрезаем лишнюю плёнку, чтобы она нам не мешалась, отлепляем потихоньку дальше. И потом обязательно залепляем. А то какая-нибудь пыль, там ещё что-то попадает на клеевую основу, она уже теряет свои свойства. Поэтому к плёночке относитесь внимательно, не отдирайте её сразу, только вот в том месте, где будете что-то делать, а потом всё закрывайте, ставьте, и пусть хранится так. Всё, повесили. Сейчас вам всё покажем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну как, пишите, как вам, обязательно голосуйте. Может быть, куда-то перевесить в другое место, это вообще как бы не проблема. Я, девчонки, вот реально кайфанула от процесса сборки. Мне так понравилось, когда... Ты не просто собираешь алмазную мозаику, когда тебе кошечку, собачку прислали там природу, а вот именно то, что ты хочешь. И это является ещё красивым дополнением интерьера. То есть смотрите, подбирайте под свой интерьер. Я прямо угадала, вот нам в зал, она прекрасная. И в детской, в принципе, она тоже хорошо смотрится. Там тоже есть жёлтые, зелёные цвета, такие вот ментоловые, мятные. Поэтому она туда тоже подходит, и возникнет желание, мы её туда перевесим, как бы вообще не проблема. Смотрите, какой вариант мозаики. Три дизайна есть, да, подходят вам под интерьер. Заказывайте. Это не только счастье во время сборки, положительные эмоции, это ещё украшение интерьера. Вообще, мне им безумно понравилось. Обязательно будем заказывать ещё. Места, слава богу, есть, куда повесить. Это просто идеальный подарок. Вот просто идеальный. Я бы очень, на самом деле, хотела на какой-то праздник вот такой подарок получить. Я бы сама себе выбирала фоточку. Я бы сама всё это делала. А можно ещё собрать по фотографии человека, да, и подарить. Вообще, просто шикарный подарок. Что, заказывайте алмазную мозаику Кубрикс по ссылке в описании. Также оставлю её в закреплённом комментарии. Радуйте себя, радуйте близких. Приятного времяпрепровождения. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин